Друзья, всем большой привет! О причинах поражения Третьего Рейха сказано многое. Но давайте познакомимся с мнением не только политиков и историков, но и с обычными военными, рангом пониже генеральского, но повыше солдатского. В данном видео я процитирую допрос командира 114-го моторизованного полка вермахта Пауля Шталля, в котором он изложил свое видение причин поражения. Давайте ознакомимся. Цитирую. К началу войны германская армия существовала уже пять лет. Она ежегодно увеличивалась, причем ее рост во время войны продолжался. Армия не располагала основными воинскими добродетелями. Ей не хватало беспрекословного послушания, верности приказу и верности присяге. Это можно было увидеть повсюду. Трудно высчитать, какое огромное количество оружия было выброшено или просто оставлено солдатами, хотя положение не вынуждало к этому. Каждый приказ сначала подвергался подчиненными основательной критике, а затем выполнялся так, как это было выгодно данному подчиненному. Отдача приказа осуществлялась непродуманно и плохо. Отдавались тысячи и тысячи приказов, в которых можно было обнаружить внутреннюю бессодержательность и невыполнимость. Возникающее таким образом обесценивание приказа уравновешивалось введением понятия приказа фюрера, тем самым еще больше снижая их ценность. Всему этому соответствовала недостаточная правдивость информации. Как правило, истинное лицо противника искажалось для того, чтобы предотвратить отвод наших сил. Как правило, наши силы преуменьшались для того, чтобы не получать слишком трудных наступательных или оборонительных задач. Немецкий солдат был необычайно избалован. Как правило, он располагал большим количеством одежды, чем в мирное время. Он настолько привык черпать из полной чаши, что совершенно спокойно оставлял или терял части своего обмундирования. Он был избалован признательностью Родины и ее благоговением перед ним. При этом Родина жила в значительно более военных условиях, чем большинство солдат. Родина даже обстреливалась больше, чем основная солдатская масса. Сложная организация германской армии и моторизация войны привели к тому, что максимум 5% нераненых солдат в действительности противостояли врагу с оружием в руках. Большинство солдат были помощниками на кухне, в мастерских, при очистках снега и в ротах пропаганды. Поэтому большинство немецких солдат вовсе не обучались военному делу и обращению с оружием. Командование же поставило себе слишком обширные цели. Так было в декабре 41-го года, когда с недостаточными и плохо снабженными для зимы соединениями должна была быть взята Москва. Так было и в следующую зиму. Когда последовал контрудар, командование цеплялось за каждый квадратный метр земли, растягивало линии обороны и пыталось заткнуть бреши различными резервными частями. Несмотря на то, что именно в этих пунктах надо было решительно оттягивать назад выступающие линии нашей обороны и создавать возможность введения в бой хороших дивизий. В войсках укоренилась пословица «Слишком поздно, слишком рано». Высшее командование недооценивало противника преступным образом и полностью оторвалось от войск. Причиной этого было то, что большинство старых офицеров генштаба никогда не командовали войсками на войне. Я знаю полковников генштаба, которые в 36-м командовали взводом или ротой, а с тех пор находились либо в военных академиях, либо в штабах, либо в генштабе. Только таким образом можно объяснить тот факт, что все чаще и чаще издавались приказы чисто теоретического характера. К этому следует добавить разбазаривание лучших офицерских кадров в начале войны. Высшие командиры чувствовали себя связанными по причинам политического характера. Они передавали приказы лишь по той простой причине, что боялись смещения. Однако передавая такие приказы, они давали ясно понять, что сами не верят в возможность их исполнения. Многочисленные устранения высших командиров в известных войсках как специалисты привело к большой неуверенности в войсках и увеличило дилетантство среди высших военных руководителей. Мой полк до последнего человека почувствовал на себе это дилетантство. Командование происходило без учета действительного положения. Я твердо уверен, что Верховное командование либо из страха, либо из-за недостаточного гражданского мужества получало совершенно ложную информацию. В результате этого мы получали совершенно неправильные указания. Война была, если не с 41-го года, то по крайней мере с января 43-го года безумием.